Программистом может стать абсолютно каждый, даже гуманитарий. В смысле? Разве не нужно знать очень хорошо математику, физику и вообще иметь инженерное мышление? Огромная на рынке нехватка рабочих рук, нужны программисты, у них зарплаты постоянно растут, растут, растут. В смысле? Вроде как по последним данным зарплаты падают, ну уж точно не растут. И программистов не то что не нанимают их, вообще-то там массами, толпами, пачками выгоняют на улицу. И это происходит у нас здесь, это происходит и в Майкрософтах, Европах и Америках. Ну, по крайней мере, на программисты выучатся очень легко. Ну, я бы не сказал, ведь университет нужно обязательно технически закончить, а еще и практические коммерческие инструменты освоить. Разве это легко? Программисты не особо напрягаются, сидят, пьют капучинка, сидят что-то в компьютере, там изображают деятельность какую-то, в общем-то, вот и все. Ну, вообще-то, программисты под постоянным давлением, сроки и дедлайны, какие-то ошибки, ответственность перед бизнесом, постоянно что-то новое нужно доучить, переучить. Чат GPT, искусственный интеллект, заменит скоро всех программистов, уже он начал это делать. Ну, вообще-то, ты пробовал хоть раз пользоваться чатом GPT, так называемым искусственным интеллектом, для решения сложных, больших задач. Ты думаешь, он с ними справляется хоть на 5%? Без курсов программирования, школ, университетов, наставников я не смогу сам выучиться, все это очень как-то сложно. Ну, вообще-то, полным-полно бесплатных источников, и ты можешь вполне себе выучиться самостоятельно. Программирование для молодых, я слишком стар для этого дела. У каждого возраста есть свои сильные стороны. Увлеченность, насмотренность, мудрость, ответственность, какие-то навыки взаимодействия с людьми, может быть, руководительские навыки. Не все так однозначно. Я очень молодой, увлеченный, вкачусь в IT, и меня все хотят, потому что я молодой, и могу работать без остановки с утра до ночи, практически не спать, не есть, кроме там пиццы и кока-колы. Ну, это хорошо, но что-то попахивает отсутствием какой-то стабильности и ответственности. Да и зрелости не хватает, все-таки IT это про бизнес, а не про просто писать код в каком-то таком романтическом, хакерском, хакатонском формате. Друзья, в общем, я могу продолжать этот пинг-понг очень долго. Я точно знаю, что у вас огромное количество вопросов, которые не дают вам покоя, которые мучают вас. Вы не понимаете, то ли сейчас время, самое то время, уходящий поезд, и нужно успеть, то ли расслабиться, и все будет хорошо всему свое время, то ли вообще оставить это дело, то ли погрузиться в него с головой. Я буду там счастливым и богатым, или я буду там страдать? Я самозванец, или я прирожденный программист? Я не хочу, чтобы вы мучились этими вопросами, я хочу, чтобы вы для себя, раз и навсегда, решили. Оно вам надо вообще? Или не надо? Чтобы вы приняли четкое решение для себя, успокоились, выдохнули и продолжили счастливо жить. В рамках некоторого цикла видео я расставлю все точки над «и», для того, чтобы ты хорошо ориентировался перед тем, как идти в новую для себя профессию, в профессию программиста. Идти самому, либо отправлять, например, своих детей, своего мужа, свою жену, сестру, брат. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подпишись на канал и поставь колокольчик, а я уберу шум из твоей головы и сделаю картину максимально прозрачной. Как принять решение, идти в профессию программиста или не идти? Как эффективно обучаться самому или где-то с кем-то? Как, обучившись попасть на работу, трудоустроиться? Как, трудоустроившись, начать успешно, хорошо, спокойно работать в долгосрок, не боясь того, что с тобой что-то произойдет в ближайшее время и тебя, например, уволят? Попробую раскрыть все карты максимально искренне и честно. Кто меня не знает, друзья, меня зовут Дмитрий Кузюбердин, я основатель компании IT-инкубатор. Мы занимаемся разработкой софта, а также обучаем людей уже более 7 лет, молодых специалистов, трудоустраиваем, ведем до самой победы. Я 14 лет в коммерческой разработке, у меня профильное высшее образование, Белорусский государственный университет, факультет радиофизики и компьютерных технологий по специальности компьютерная безопасность. Будучи студентом, друзья, я жил в общаге с огромным количеством молодых инженеров, у нас там и гуманитарии учились, в общем, тогда было непонятно, кого ждет какая судьба, кого куда жизнь занесет, но с высоты уже 37-летнего практически дядьки я достаточно прозрачно вижу нас всех молодых, моих друзей, моих знакомых, товарищей, с кем мы учились и у каждого свой по итогу путь, кто-то в IT реализовался, кто-то в творчестве, кто-то в бизнесе, кто-то, скажем так, как семьянин. Сейчас для меня картина очень прозрачная, каким должен быть человек, чтобы конкретно профессионально реализоваться вот в профессии программист. 7 лет мы работаем уже с людьми, совершенно случайными людьми, выборка очень большая, если там в университете это были молодые студенты со своими гормонами, со своими хотелками, ну молодость она такая, то сейчас мы работаем с людьми всех возрастов, это и молодые, пацаны, студенты, школьники, выпускники университетов, студенты университетов, это и большие взрослые дяди и тети после декретов, после своих директорских позиций, после своих заводов и строек, после своих операционных и юридических этих всех заседаний, где там суды какие-то и что-то решается важное. Имея колоссальный опыт с точки зрения понимания профпригодности человека к профессии программиста и вот этой вот его адаптации, в общем-то, обычного человека к новой профессии, я попробую подсказать вам, куда двигаться и как двигаться. Много противоречий про профессию, но вы здесь, скорее всего, потому что в вашу голову залетает достаточно позитивный образ программиста, такого легкого, современного, хайпового, с большими деньгами, массаж тебе сзади кто-то делает, ты работаешь лежа, стоя из дома, из каворкинга модного, попивая лата, попивая смузи. Я такой образ смузи-программистами называю, люди, которые на самом деле не особо-то и программисты, а через инстаграмы, ютубы продают, или большие и маленькие блогеры школы, так вот образ такой позиционируют, такого лайтового, счастливого программиста, который просто всегда счастливый, как будто вот на таблетках. Отчасти, какое-то время назад это было правдой. Определенное количество людей действительно могло бездельничать, получать большие зарплаты и, в общем-то, вкатиться в профессию было очень легко. Когда я устраивался, друзья, на свою первую работу, тогда это было там 14 лет назад почти, тогда не было культа IT как такового. То есть люди, выпускники технических вузов, кто-то очень осознанно шел в программирование, кто-то как бы по течению плыл, ну, в общем-то, я технарь по сути своей, что-то там окончил, программировать умею, там вроде бы, и зарплаты неплохие вроде бы, и, в принципе, делать я буду то, что я люблю делать, и, в общем-то, люди шли в программирование, вот как-то так, после университетов. Небольшая была история и после каких-то колледжей тематических, но как-то такая была больше университетская движуха, ну, потому что много прям программистов не требовалось, а после университета, естественно, компании были заинтересованы брать более таких глубоких ребят, а массового тренда тогда еще не было. И я помню, как 10 лет назад примерно в одной из компаний, в которой я работал, пришел новый хлопец, Серега МЧСник бывший, и у меня такие круглые глаза были, я такой, в смысле, ну, такой, да, немножко такой, выпускник технического университета такой, троху зазнавшийся, как это там, Серега МЧСник, программист, ведь программистом надо быть очень таким умным, вот. Ну, вот тогда, примерно 10 лет назад, начался, появился такой тренд, что, в общем-то, программистов нехватка, рабочих рук на рынке нехватка, и университеты не производят такое количество замотивированных, интересных ребят, и нужно где-то программистов брать со стороны. Начал появляться такой тренд в айтишности, свитчеры, те, кто приходят в профессию из каких-то других профессий. Почему бы и нет? Оказывается, на самом деле, работа программистов, она не такая уж и математическая, не такая уж и инженерная. Это не высшая математика, это не квантовая физика, это не нейрохирургия, не запуск там кого-то в космос. Это, в общем-то, достаточно простые, алгоритмические, рутинные действия. По кирпичикам собираешь одно приложение, потом из таких же кирпичиков, немножко в другой конфигурации, собираешь другое приложение, неважно, там, бэкэнд, игра, фронтэнд, что угодно. И примерно же, ребята, вот в это время начинается культ смартфонов, приложений, сервисов. У людей смартфоны появились, у большого количества людей появляются смартфоны с тех пор и до сих пор с помощью кредитов, рассрочек, акций. В общем, достаточно бюджетно сегодня и просто купить себе смартфон и быть пользователем вот этих вот цифровых всех инноваций. От Uber до всяких знакомств и инстаграмов. И бизнесы понимают, что на это можно делать деньги через рекламу, через внимание, через автоматизацию процессов. И начинается массовый такой найм программистов. А их нет, этих опытных инженерных программистов. Будем брать тех, кто есть. Потому что все равно мы как бизнес знаем, как конвертировать вот труд даже таких вот неквалифицированных как бы программистов в какую-то выгоду. Бизнес и IT это всегда про деньги, про выгоду. Не надо разделять бизнес и IT. А там, оказывается, создаются такие фреймворки, инструментарии, которые позволяют людям без профильного образования достаточно эффективно решать задачи, которые ставит бизнес, ставят технические лидеры перед командой разработчиков. И все. И тут начинаются сейчас инфопредприниматели. Школы, курсы. Быстренько переучим и сделаем из тебя программиста. Опытного программиста. Крутого, богатого программиста. Ну, конкретно такой вот прям вот культ, скажем так, курсов, он возник там чуть позже, там лет семь назад, скажем так. Лет пять назад он там пика достиг, вот, скажем так, года два назад. Ковид подлил масло в огонь, заставив весь мир цифровизироваться еще быстрее. Потому что изоляция полная, а нам нужно общаться, считать, платить, доставки оформлять, развлекаться, то есть в этом виртуальном мире. Там блокчейны появились, в общем, все, все больше, больше, больше нужно программистов, потому что мир все больше и больше превращается в цифровой мир. И действительно, друзья, из личного опыта огромное количество некачественных, недоучившихся людей у нас. Полным-полно студентов, которые просто отказывались дальше учиться, потому что их рынок уже пылесосил, платил им зарплату и, скажем так, доучивал. То есть этот тренд, там, реалии четырех лет назад. Человек может знать минимум, но рынок его забирает, конкуренция среди бизнесов огромная, он его забирает, он его доучивает и уже дальше получает свои разработки, ради которых он человека нанял. Но человек мог быть максимально неквалифицированным, недоученным. И здесь мы не говорим сейчас про инженерное прошлое, про технический вуз, про высшие математики, физики, какие-то компьютерные безопасности, сети, теории информации и прочие там навороченные компьютер-сайенсовые науки, которые преподаются в университете. Речь шла о обычных ребятах, которые научились создавать формочки, записывать что-то в базу данных, предоставляя какой-нибудь простенький REST API. Через какой-то Unity там вращать какого-то персонажа и там в кого-то стрелять. В общем, достаточно простые вещи, но рынку нужны рабочие руки, которые эти простые вещи будут делать. И рынок пылесосил таких людей, платя зарплату. И люди действительно вкатывались в профессию очень-очень быстро. И действительно, я был доктором, я был юристом-предпринимателем, с трудом там получал условно говоря 500 тысяч долларов на руки. А здесь я вкатываюсь в профессию за 3-4-5 месяцев, и мне платят сразу 500 долларов. А буквально через год мне уже платят тысячу-полторы тысячи долларов. И это действительно смахивает на такой смузи-программиста, на некую такую сказку, которая во многом была реальностью. Опытные инженеры ворчат, понабирали этих вайтишников, ничего не умеют. Мы-то такие университетские умники, знаем, как писать архитектурно, правильное, вот эти вся молодежь непонятная. Короче, был такой некий конфликт, скажем так. Так, индустрия еще привыкала к тому, что есть инженерные люди и пришедшие со стороны люди. Но на самом деле задачи в профессии разноплановые, ну условно говоря, кто-то делает операцию на мозге, а кто-то ассистирует, да, человеку. При этом ассистент может быть какой-нибудь, когда ты там оперируешь палец какой-нибудь большой на ноге, у тебя ассистент одной квалификации, когда ты оперируешь мозги, у тебя ассистент другой квалификации. То есть, понимаете сами, в профессии нужны разные люди для разных задач, соответственно, умники, конечно, они там занимают какие-то должности, обученные люди, давно в профессии, они там руководят, они следят за архитектурами, за качеством сделанной работы. Ну, естественно, возмущаются, что, ой, сколько людей, сколько людей, бизнес заставил меня, каким количеством людей бизнес заставил меня нянчиться. Ну, а что делать? Бизнесу надо двигаться вперед, а ты, умник, да, такое же всего лишь звено в этом бизнесе, который помогает бизнесу зарабатывать деньги дальше и который получает свое вознаграждение в виде зарплаты. Поэтому немножко даже, скажем так, обидно таким умникам, ну, я просто, ребят, тоже в какой-то степени был на стороне этих умников, немножко обидно, какие-то такие вот вроде люди неквалифицированные вкатились в профессию, а зарплаты у них так быстро растут, и мне в таком росте зарплат в свое время даже такой рост даже не снился. Так я ж, типа, высокообразованный, а тут, хоп, стал программистом, и на тебе сразу много денег. Ну, немножко обидно, но это реалии бизнеса. И вот здесь, друзья, вот на такой вот почве, естественно, плодородная почва, кидая эти зернышки, призывая людей скорее войти в профессию, ведь какие деньги, какие кейсы, сколько трудоустроенных ребят, как их забирает рынок и доучивает, в общем, ну, много-много школ программирования появилось. И даже в тех условиях, когда реально вот ты просто вот зернышко посадил, водичкой чуть полил, и его рынок забрал, все равно у большинства курсов, ребят, доходимость до трудоустройства была там порядка 10-20%, то есть 10 человек пришло, и только 1-2 человека трудоустраивались. Потому что в тот момент хоть и требовался маленький период времени в этот учебный процесс, с инвестицией тебя в учебный процесс, там от 3 до 9 месяцев, ну, в худшем случае 12 месяцев. Но все равно люди не были подготовлены к тому, что это погружение, оно такое, тотальное. Потому что инфопредприниматели, это и большие, и крупные школы, и это многие наглые блогеры, которые рисуют картинку настолько в розовых тонах, потому что они продавцы лопат, золотая лихорадка, и вот вам лопаты, продаю, продаю лопаты, вы войдете, большие, большущие зарплаты вас, ну, вас разогревают, да, вот этим все легкостью. То есть все говорят про легкость, да, и это программирование того, что войти легко туда, большие зарплаты, счастье и все такое, это программирование происходит человеческого сознания, через маркетинг происходит уже там, ну, вот, 7 лет людей впаривают, даже на трон садятся и снимают себя, как они вот, как они, вот он, я успешный айтишник. Есть такие блогеры, коллеги у меня, которые вот. И, естественно, люди совершенно случайно идут в профессию, совершенно случайные, которые вообще не понимают все-таки, а что их ждет впереди. Просто впереди вот эта красивая морковка, счастливая, и вот я туда иду, потому что мне пообещали, что вот очень быстро вкачусь в профессию. С абсолютного полного нуля, да, вот такая вот хохма, с полного нуля до трудоустройства. За три месяца, да, это, там, за месяц мы это доржали, потом за три месяца. И до сих пор, да, вот этот, как бы, вопрос стоит, а сколько нужно месяцев, чтобы с полного нуля, там, стать программистом? Возможно ли это? Нужно ли это? Ну, друзья, там, два с половиной года назад мировой кризис, глобальный кризис, связанный не только с войной, связанный вообще с очень большим таким, ну, я не являюсь экспертом, сложным геополитическим, геоэкономическим состоянием вообще всего на свете. Если во время ковида, скажем так, все экономики как-то, особенно цифровая вот эта вот экономика сильно раздулась, то на ее фоне вот то, что происходит сейчас, кажется, ну, просто какой-то смертельной какой-то ситуацией для всего IT, для всей экономики, для всего мира. Все действительно очень сильно сжалось, очень сильно сжалось. И та легкость, которая была тогда, вхождение в профессию, хотя еще раз, да, подчеркну, даже тогда на большинстве курсов, практически у всех курсов, эта информация не делилась, но только один-два человека из десяти трудоустраивались. Даже тогда, когда было очень легко. Сейчас рынок сжался, сейчас рынок действительно увольняет людей. Но рынок также активно набирает людей, такой некий парадокс. Я попробую дать свою ему в следующих выпусках аргументацию, почему так происходит, на мой взгляд. Сейчас рынок сжался и стало еще труднее. И к решению, становиться ли мне программистом или не становиться, нужно подходить очень-очень тщательно, щепетильно, просто качественно продумывая каждую-каждую мелочь. Потому что она отразится на твоей жизни. Вот этот процесс обучения, процесс непрерывных попыток трудоустроиться, он превратится для тебя прямо в такое испытание, которое так легко просто вот даже сильнейшим из вас не пройти. Я, ребят, попробую такой немножко неблагодарной штукой заняться, но попробую каким-то образом разбить вас на некие категории. Для того, чтобы вы могли себя отнести к какой-то из этих категорий и понимать примерную ситуацию, что вас ждет, какие действия вам предпринимать и почему IT это про вас, либо же IT это не про вас. Давайте я IT-слово использовать не буду, буду использовать программирование, потому что я и моя команда, мы являемся экспертами именно в программировании, в трудоустройстве на программистов, и мне очень трудно объективно давать картину по другим специальностям. Я про другие специальности просто в следующих выпусках вам вкратце расскажу, что IT на самом деле это не только программирование, и там целый спектр специальностей. Но об этом потом. Эта категоризация, ребят, она такая утрированная. Безусловно, никто не является конкретно ни желтым, ни зеленым. Какие-то цвета всегда у нас где-то посерединке. То есть микс характеров, темпераментов, все это всегда где-то микс. Я утрированно буду сегодня говорить для того, чтобы все-таки вы попробовали понять, вы где-то вот здесь, ближе вот здесь, или возможно посерединке. Итак, нулевая категория, нулевой тип, это, как в моей молодости говорили, компьютерные чайники. Сегодня это можно назвать интернет-пользователи чайники. Вы не обладаете базовым пониманием, что такое, например, облачное хранилище. Операционная система, слово вас пугает, и вы точно не можете сформулировать хотя бы примерно, на что это, и перечислить эти операционные системы. Вы не знаете, что такое двухфакторная авторизация. Вы не можете до конца догадаться, почему у вас есть какая-то почта, и она же является каким-то логином. Вы по любому возникающему у вас вопросу не идете в Google или сегодня в чат GPT, а пытаетесь как-то искать информацию в какой-то книжке, спрашивать у людей. То есть вы не умеете эффективно серчить, искать в Яндексах, в Гуглах, кто какой системой пользуется. Ты не знаешь, что такое почистить куки, у тебя не стоит мобильное приложение, пять, хотя бы шесть приложений, не беру во внимание игрушечки бесконечные, но ты не пользуешься банковским клиентом, ты не пользуешься социальной сетью какой-нибудь, ты не пользуешься мессенджерами, несколькими мессенджерами. А если твой мессенджер это Viber, то я тебе сочувствую, один единственный Viber. То есть ты как бы не современный пользователь вот этих всех цифровых продуктов. И, соответственно, не являясь пользователем этих цифровых продуктов, ну, идти в профессию, которая создает эти цифровые продукты, точно рано. Точно тебе очень рано. Если ты себя сейчас узнал в этом портрете, в этом описании, то, в принципе, тебе нет смысла дальше смотреть это видео. Ты можешь смело его закрывать. Я сейчас дам лишь тебе несколько советов, что тебе сделать. Ну, как минимум, все, что я перечислил в твоей голове, должно иметь очень четкий образ. Не просто как понятие, а ты должен понимать еще и осознавать, что ты на уровне каких-то навыков с этим умеешь взаимодействовать. То есть ты можешь взять и через Google Облако или Яндекс Облако, например, передать файл, сохраненный на компе, через, в своем смартфоне. Ты можешь понимать, что у тебя там заканчивается место какое-то, ты проплачиваешь подписку, она у тебя ежемесячно почему-то списывается, и, соответственно, услуга предоставляется. Ты точно знаешь, что такое e-mail, и можешь перенаписать письмо по e-mail. Ты точно понимаешь, почему, когда ты восстанавливаешь пароль, тебе приходит какая-то ссылка на этот e-mail. Что будет, если эта ссылка придет кому-то другому? У тебя есть понимание, все, что я перечислял, в общем. Если у тебя этого нет, тебе нужно какое-то пособие, компьютер для чайников, интернет для чайников. То есть тебе надо поставить приложение, пообщаться с молодежью. Как правило, такой симптом, такого полностью пользователя чайника, он у возрастной категории, примерно 50+. Хотя на самом деле такая проблема может быть и у 30-летних ребят, которые просто максимально далеки от этого. Они пользуются, скорее всего, это возрастная категория. Но на самом деле у меня есть друзья, знакомые, которые молоды, как я. Если я себя могу назвать молодым. Могу. При этом далековато от этих всех вещей. Поэтому, ребят, станьте активными пользователями цифровых продуктов. Второе, что такое развлекательное, интересное, это посмотрите тематические сериалы, например, «Кремниевая долина», например, посмотрите сериал «Мистер робот», например, посмотрите фильм «Социальная сеть», например, посмотрите фильм «Стив Джобс» «Империя соблазна». Погрузите себя в контекст айтишных проблем. Айтишных, не просто программерских, но вообще айтишных. Потому что айти – это бизнес, это обслуга бизнеса. И, соответственно, проблемы там, скажем так, общие. И нужно понимать даже, что такое венчурные инвестиции, что такое опционы, что такое блокчейн. У тебя есть какой-нибудь криптовалютный кошелек? Ну, заведи, должен быть, какой-нибудь такой холодный кошелек, конкретно на который ты там можешь перевести какую-то маленькую транзакцию сделать. То есть будь пользователем, современным пользователем современных технологий. Это шаг, задача номер один. Ориентируйся в этом. А потом, спустя, спустя примерно, ну, минимум полгода, минимум полгода, возвращайся к этому видео и продолжай его смотреть. А мы идем дальше. Оставшиеся четыре категории я разобью на квадрант. И мы будем пытаться понимать, как примерно это устроено, вот с точки зрения моей логики. Кому из вас суждено остаться ни с чем, а кому суждено сделать крутую карьеру, айтишную карьеру. У нас есть, ребят, две важные оси. Первая ось, назовем ее, интерес. Такая задротская ось. Про интерес к технологиям, к программированию. Неподдельный интерес. Вторая ось, это, я называю ее амбиции. Амбициозность при этом подразумевает структурированность мышления, дисциплину, четкое целеполагание. В общем, ну, знаете, люди с такими стальными, простите, яйцами, которые знают, чего они от жизни хотят. И вот у нас есть вот такие вот две оси. И вот в этих сейчас квадрантах, относительно этих осей, мы будем располагать разных людей. Первый квадрант, для меня самый главный квадрант, потому что я себя отношу к этому квадранту, это люди, у которых зашкаливает интерес к технологиям, ну, которых при этом маловато амбиций. Что значит зашкаливает интерес? Ну, это значит, что вам не нужно искать мотивацию, чтобы учиться программированию. Вас это затягивает, вам это интересно. Вы просто ходите, бродите и включаете видосик про программирование. Ходите, бродите, открыли ноутбук, попробовали написать какой-то код, HTML-страничка, какой-то движок игровой запустили, какую-то базу данных поставили. То есть вас туда затягивает. Худо, бедно, помаленьку, потихоньку, обладая интересом через какой-то промежуток времени, даже если вы будете действовать достаточно хаотично, как получается, все равно интерес, он вас затащит в профессию, и у вас все будет хорошо, при условии, что у вас есть неподдельный интерес, не вызванный какой-то сторонней мотивацией, пинком, какими-то обещаниями успешной, роскошной жизни. Само по себе интерес к технологиям, он у вас присутствует. И он подтвержден не просто словами, он подтвержден действиями. Если ты играешь в компьютере в игры или смотришь фильмы, это не интерес к технологиям. Если ты взламываешь какие-то Wi-Fi, устанавливаешь какие-то разные Linux и шминуксы, пробуешь написать какой-то первый код, какую-то HTML-страничку, нажимаешь F12 каждый раз в браузере, чтобы как-то посмотреть в разметку и какую-то куку почистить. Ты умеешь пользоваться Google соответственно, ты что-то там догуглишь, какие первые шаги сделать, как решить ту-либо иную задачу. То есть у тебя есть интерес. И вот этот неподдельный интерес, он, конечно, на мой взгляд, самое важное свойство, естественно, чтобы быть программистом-инженером. Таким бессмертным программистом-инженером, которого рынок всегда будет хотеть, потому что ты экспертен, можешь решать сложные задачи. Получить экспертизу инженерную, техническую, не обладая интересом, безумно-безумно сложно. Потому что это огромное количество времени, огромное количество ментальной нагрузки и эмоциональной нагрузки. Соответственно, тебе должно быть по кайфу, чтобы ты мог тратить и время, и свой ментальный ресурс на то, чтобы это освоить. И вот только через интерес у тебя может родиться глубинность понимания технологий. Справа внизу, ребят, с неким таким зашкаливающим, амбициозным подходом к жизни, люди, которые вот четко знают, что они хотят. Если первые мечтают о программировании как о некой технологии, инженерности, задроты, как я говорю, в хорошем смысле, задроты, гики по-другому, то вторые, они достаточно амбициозные, прагматичные, меркантильные, осознанно порой меркантильные. Они понимают, что они хотят от жизни, они понимают, что они живут в материальном этом мире, у них есть много интересов, у них есть четкие планы на эту жизнь, айти они воспринимают в том числе как возможность реализовать свои планы через эту профессию. И они не думают каждый день о технологиях, им это неинтересно. Они думают о неком результате успеха. Да, сейчас я говорю, ребят, не про успешно-успешных людей, о них я расскажу попозже чуть-чуть, которые там условно маркетные стартаперы, которые вот это вот мечтают, как бы ничего не делая, заработать миллионы. Большинство аудитории, на мой взгляд, там условных проектов бизнес-молодостей и прочих-прочих раскрученных, короче, вещей, где как бы тебя обещают сделать красивым, богатым, счастливым миллионером. Речь про четких ребят, которые умеют ставить планы, которые дисциплинированы, которые пахари, то есть они умеют пахать, они понимают, что результат через труд, через конкретные действия, через экспертизу, но они просто вот в рамках своего планирования, своей жизни выбирают профессию IT, чтобы конкретно через нее раскрыть. То есть это, ребят, человек не мямля. Мямля, да, сейчас как бы свое там определение в контексте того, о чем мы говорим, это тот, кого не нужно заставлять делать что-то, если он это запланировал. Например, я отношу себя к первому квадранту, то есть задротов. Мямля ли я? Ну, со стороны может показаться, что нет. Основал собственную компанию, занимается разработкой, мотивирует, обучает, стартапы запускает, в общем, ну, предприниматель какой мямля. Но, скажем так, я все это делаю, первое, из-за большого интереса к технологиям, то есть я гик, фанатик. А второе, я все это делаю, потому что на меня обязательства висят. Обязательства семейные, обязательства перед клиентами, перед командой. Мне очень сложно все это делать. Если мне бы, я не должен был этого делать, и у меня бы не было там некой просто ответственности, да, вот, должностнование, я должен, там, должен быть достойным, там, мужем, руководителем, человеком, экспертом, я бы такой, ай, блин. То есть я не делаю это из-за своей дисциплинированности, из-за своей амбициозности, как бы, вот. Я с удовольствием помямлю, и если бы меня никто не составлял, я бы ничего не делал. Но, опять же, еще раз, из-за того, что у меня есть большой интерес, я раскрываюсь в профессии. Как бы, амбициозность, она с годами, опять же, приходит, потому что ты, как бы, растешь, обязанности на тебя накидывают какие-то, и ты, там, будучи определенным, обладая ответственностью, вот, движешься, как-то движешься по течению, скажем так. Не так уж и прям четко запланированно идешь по тому плану, который сам себе нарисовал. Поэтому, когда я говорю про людей из второго типа, говорю про амбиции, и про то, что они не мямлят, это люди, которые четко, опять же, ставят себе задачу, цель, цель, разбивают ее на задачи, и шаг за шагом идут к этой цели, четко понимая, для чего им это, зачем тебе это. По моим наблюдениям, такие люди менее творческие, менее эмоциональные, опять же, более прагматичные, рациональные, вот, такой тип людей. Ни в коем случае, друзья, не относитесь себя к амбициозным людям, уж простите, если вы, там, условно, инстаграмные мечтатели. Листаю ленту инстаграма, смотрю, какие все счастливые, успешные, вот, я тоже, у меня амбиции есть, что, вот, я не на своем месте. И, как правило, вот, да, вот, я говорю, вот вам, если конкретно ты такой, и ты при этом, листая эту ленту, страдаешь, прокрастинируешь, мечтаешь, думаешь, к какому очередному психологу пойти, чтобы он там тебя проработал. Вместо того, чтобы делать четкий, четкий план, то ты не амбициозный человек. Это просто такая красивая, тебе по кайфу мечтать о какой-то, о каком-то образе, успешном образе, который мог бы у меня быть. Но у тебя нет плана, и ты, самое главное, не действуешь, идя к этому плану. Если ты из первой категории, гик, думающий о программировании и так далее, именно о программировании, думающий постоянно и вовлекающийся туда самостоятельно, ты смотришь это видео, скорее всего, как эмоциональную подпитку. В том числе, чтобы, грубо говоря, взять по шкале амбиции немножко какой-то роудмап, какой-то пинок, чтобы в эту сторону сместиться, вот туда вот, в правый верхний угол и свой интерес превратить в карьерную амбицию. Потому что работа, профессия и хобби это все-таки разные вещи. Хобби мы занимаемся как-нибудь, когда хотим, получаем кайф, а все-таки профессия, она подразумевает амбиции, ответственность, потому что приходится там делать не только то, что интересно, а то, что нужно бизнесу, но рядышком со своим интересом. Так вот, из первой категории ты можешь смотреть это видео, и это кайф, ты заряжаешься нужной информацией. А вот из второй категории, если ты смотришь это видео, то если ты в этой категории действительно находишься, то ты смотришь это видео уже как часть продуманного плана. Ты уже погуглил, ты знакомишься с источниками информации, ты, может быть, сейчас сидишь и, скорее всего, ты должен сидеть и конспектировать в блокнот бумажный, в блокнот виртуальный. Вот ты записываешь мысли, заводишь табличку, взвешиваешь за и против, оцениваешь и так далее. То есть это часть плана просмотра этого видео. Не просто на расслабоне под чаечек, а часть плана. Вот она амбиция. Вот она целеполагание, вот оно осознанное стремление к какой-то жизни через просто вот, через IT. Естественно, где-то находясь вот в правом верхнем углу, некое такое идеальное место, где ты максимально-максимально сможешь построить свою именно карьеру. Карьера программиста, она все-таки не только про интерес к технологиям, и не только про амбиции. Вот где-то на стыке этих двух моментов ты можешь обрести, в общем-то, профессиональное, как мне кажется, счастье. Да, придется программировать не то, что хочется, а то, что нужно бизнесу. Да, не нравится программирование своей амбиции, но придется разбираться в каких-то инженерных делах на каком-то уровне, чтобы быть в контексте. То есть нужно где-то встретиться вот тут вот, в правом верхнем углу. Ну, во втором квадранте. Давайте, давайте пронумерим третьим квадрантом. Первый это левый верхний, правый, правый нижний. В третьем квадранте на стыке как бы вот этих двух амбиций и интереса. У кого-то сильная сторона интерес, вас ждет более инженерная работа, при этом, возможно, менее высокооплачиваемая, если вы сторону амбиции свою качать, ось амбиции не будете. Но вы будете востребованным, счастливым таким инженером, исполнителем. Если у вас амбиция больше зашкаливает, то вас ждет управленческая карьера, продажи, руководящие должности, позиции даже и технические, типа СТО, потому что там так называемый софт-скил, скажем так, у вас превалирует. Софт-скил, мягкий скил, есть хард-скиллы, а не больше про хард-тяжелые скиллы, непосредственно инструменты, кодинги и софт-скиллы. То, как вы коммуницируете, управляете, берете ответственность, просчитываете риски, вовлекаетесь в различные сферы, смежные, касающиеся непосредственно разработки. Ведь продукт, да, продукт, это не просто код программный, это целая, во-первых, экосистема инженерная, инфраструктура, во-вторых, это маркетинг, во-вторых, это продажи, во-вторых, это менеджмент, управление, просчеты, риски, ой, там много-много чего. И когда мы идем даже вроде как в простые программисты, на дистанции в десяток лет мы превращаемся вот в таких вот экспертов еще и на стыке бизнеса и вот наших технологий, в которых там комфортно плавать. Окей, если мы обозначили первый тип людей как гиков, второй тип людей как амбициозных просто потрошителей, третий тип некий микс, то четвертый тип это некий микс, антимикс в другую сторону. Без обид, да, это как правило там некие такие хомячки, как их называют, без там лоха жизнь плохо, знаете, вот когда вот говорят про инфо все предпринимательские мошеннические схемы, когда людей оболванивают, в общем, это вот вы жертва скорее всего этого оболвания, потому что у вас в голове какая-то успешная, роскошная жизнь, как не запланированная четкая схема движения к этому успеху, а как просто некий образ, который висит в голове, воспитанный маркетингом, воспитанный этим обществом потребления, воспитанный инстаграмом. И вот вы вообще думаете об этих деньгах, думаете, думаете, естественно, жизнь при этом не сахар, денег не хватает, бытовуха, и тут выскакивают эти вот решения. Эти решения скакивают не только в инфомошенническом таком предпринимательстве со стороны программистов, бизнесовые всякие, крупные корпорации прямо уже даже, пытаются вам продать мечту, что ты можешь измениться, вот так вот измениться. Мы поговорим о том, можешь ли ты измениться, обязательно поговорим сейчас попозже, но вот ты находишься где-то здесь, то есть ты мямлишь, мямлишь, у тебя нет четкого плана, у тебя есть просто мечта, и тебе не интересны технологии, как бы гипотетически, ну это ж круто, вообще-то, программирование, технологии, да, это круто, но тебя не завлекает, туда-туда-туда-ти, не тянет тебя туда. У меня есть друг, друзья, и он находится вот в этом четвертом квадранте, с точки зрения программирования, как бы карьеры программиста, он мямля, не интересующийся программированием, но при этом в других жизненных аспектах, он там, все хорошо, все достаточно хорошо, естественно. Соответственно, вот он мог бы с по оси амбиции сместиться, сместиться немножко вправо, и достаточно в своей профессии там есть шаги в эту сторону, то есть все хорошо, но нет интереса к технологиям, но что я могу сказать, вот, ну естественно, я такой подталкиваю его, говорю, попробуй, 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 и он попробовал, и ему начало нравиться, и его начало затягивать, то есть интереса нет, потому что я не пробовал, но если я начинаю пробовать, интерес появляется. Правда, этот интерес перебился другим увлечением, плюс сложности определенные накинуты были, и соответственно, этот интерес погас, и, в общем-то, человек этот не вошел в профессию, не входил в нее, забросил. Ну я, да, чего хочу сказать, что амбиции, они качаются, то есть можно, да, эти амбиции качнуть, их нельзя, на мой взгляд, качнуть эмоциональными вбросами, посмотреть классное видео, успешный успех, это такая эмоциональная раскачка моментальная, как правило, делается теми, кто хочет деньги с тебя стянуть, за вот этот вот интенсив, мастер-класс, там какое-то психологическое воздействие, какой-то коучинг, ну глобально в тебе, на мой взгляд, мало что поменяется таким образом, но точно поменяется через какое-то осознание более глубокое, что ты взрослый, что у тебя впереди там длинная жизнь, какое место ты в ней займешь, что у тебя есть ответственность там за детей, за семью, что ты будешь заводить семью, что ты хочешь в этой жизни, ну короче, можно как-то проработаться и идти в ту сторону, возможно и через коучинг эмоциональные эти штучки может прийти и осознание, там через психолога, через кого-то, то есть я здесь, к сожалению, не могу вам дать точных советов, точно я могу вас утешить, как бы и дать оптимистическую такую лучик надежды, что точно возможно в амбициях своих качнуться, в том числе, друзья, там сходить к доктору, сдать анализы, попить витаминчики, гормоны свои исследовать и так далее, потому что часто из-за нашего гормонального, особенно с возрастом, эта тема докторская, я в ней не эксперт, я пью, ребят, порой какие-то витаминки и сейчас даже пью некое успокоительное такое, не буду вам называть никаких, давать рекомендации названий, потому что пойдите и следуйте, то есть вас туда может тянуть, интерес к жизни может появиться, точно так же, как и интерес к технологиям. Уникальная возможность, друзья, абсолютно бесплатно выиграть грин-карту в мир IT. Выиграл грин-карту, получил 1500 евро от моей компании как грант на обучение профессии фронт-энд либо бэк-энд-разработчик. Наш конек это трудоустройство каждого нашего студента. Ты приходишь к нам и мы с тобой как с другом до самого победного твоего конца, до твоего трудоустройства. Накачиваем тебя экспертизой, скиллами, навыками, знаниями, помогаем тебе, пинаем тебя, консультируем тебя, мотивируем тебя и доводим до трудоустройства. С грин-картой у тебя появляется возможность получить это все абсолютно бесплатно. Для регистрации переходи по ссылке в описании на сайт greencard.itincubator.io регистрируйся, участвуй, достаточно быть просто стандартным пользователем социальных сетей. Ну и естественно, желательно находиться в первом, втором, третьем квадрантах, чтобы все-таки получить результат. Потому что, если ты вот там находишься, в четвертом квадранте, но тоже участвуй, тоже играй, тоже выигрывай. Кто знает, чего ты можешь достичь с нашей профессиональной помощи. Успехов, до встречи. Я рассказываю ребят свою историю. Я когда-то в школе, там мечта была купить компьютер, у родителей не было денег. Я мечтал быть киберспортсменом, там в восьмом, в девятом классе я читал газеты про компьютерные игры, читал газеты про компьютеры, книжки, при этом не обладая компьютером, как бы вот таким уже становился гиком через компьютер. Одноклассница на меня когда-то такая ржала с меня, типа задрот, фу, задрот. Мне тогда было немножко обидно, как бы я такой, эй, че я задрот, я ж пацан, мне девочки там вроде нравятся, а меня задрот им обозвали, но было обидно. Но был тогда гиком таким я уже. Я играл в игры, ходил в наш городско-поселковый компьютерный клуб, в общем мечтал быть киберспортсменом, играл, 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 как бы. И потом поступил в универ, самую компьютерную безопасность и программирование у нас там началось. В школе у меня его фактически не было. В девятом классе робот-чертежник, все, закончилось, там примитивные какие-то вещи. Десят-одиннадцатый класс без информатики был. И вот я поступаю в универ, а там, ой, боже мой, там сложнейшая математика, сложнейшая физика и сложнейшее программирование. Я родителям говорю, все, как бы, а что делать? В кредит надо брать компьютер, чтобы как-то я мог обучаться. И мне взяли компьютер. И я, будучи фанатом игр, и, естественно, компьютер как инструмент решения проблемы, проблема была четко обозначена, да, еще раз себя вот отношу к задротам, которые без четкого там целеполагания и амбиций просто жизнь заставила, чтобы меня не исключили из универа выучить, начать разбираться в программировании. И оно мне понравилось. И, внимание, я с тех пор, а уже там прошло 14-15 лет, я, в принципе, не играю в игры вообще. Хотя мечтал быть киберспортсменом. Местное городско-поселковое соревнование выигрывал по контре, по казакам, по старкрафту, в общем. Но мечтал быть киберспортсменом. А потом, внимание, программирование заменило мне игры. Я понимаю, что создавать приложения, программировать, это некая игра, конструирование, созидание, некий челлендж, некая оптимизация, как некая вот эта вот, да, борьба там в старкрафте, стратегическое распределение ресурсов там и нагрузки и так далее. И увлекся именно программированием. При этом, ребят, если говорить уже про вот такого вот квази-псевдоамбициозного человека, такого вот молодого, каким-то там вот успешным успехом, заряженного человека, вот и человека, который без амбиций вовсе, но с намеком на интерес, вот, то как будто бы сегодня войти преимущество у амбициозных ребят. Потому что энергия, да, потому что вспоминаем, что программирование, в первую очередь, это про бизнес, а не про какое-то конструирование, созидание, гиковство там. Это именно про удовлетворить бизнес, чтобы бизнес заработал деньги. То есть про то, чтобы мы стали как бы партнерами бизнеса. Соответственно, те, кто молодые, амбициозные, заряженные такие, да пошел ты, говоришь мне здесь, что я мамкин стартапер, да я такой, я сейчас заработаю, я был на курсах лайк-центра и так далее, и я сейчас как сделаю. На самом деле, вы интегрировавшись в IT, приятно удивитесь, что вы там сможете реализоваться. Да, только единственное, надо, конечно, приучить себя к труду, что надо пахать. Поэтому, если вы из таких амбициозных, но из пахарей, пускай и молодых, то да, и то это не про вас. Амбициозный, значит пахарь, значит запланировал, пошел, воспользовался консультацией даже какого-то образовательного центра, успешно-успешного, но все равно, вам задали роудмап, и вы четко по нем идете. Не постоянно ищите мотивацию в этих центрах, в этих школах, в этих коучах, в этом видео, а вы сами мотивированы, потому что вам интересно быть амбициозным. Опять же, про интерес, только в другой плоскости, в плоскости вот амбиций, он у вас есть, и вы готовы ради него пахать, то есть тратить на него время. Точно так же, как интерес по шкале, у нас вертикальный, вы готовы тратить время на свой интерес, соответственно, вот все будет хорошо. Точно дайте себе ответ, в каком вы находитесь квадранте. Если вы в первом, кайф, но, да, как ответить на этот вопрос, что я вот точно, у меня есть интерес. Еще раз, более конкретно, сжато. Вы тратите время, сами по себе, без заставления, жена вас не пинает, мама вас не пинает, друзья вас не пинают, преподаватель, коуч вас не пинает, вы сами тянетесь к программированию. Вы ведь гуглить умеете, и чатом GPT пользоваться. Вы находите туториалы, как начать, с чего начать, у вас худо-бедно получается, как-то вы движетесь, тут что-то не получилось, нашли другое решение, пошли другим путем, то есть вас сама деятельно затягивает, в общем-то, и это подтверждено на дистанции, ну, полгода, хотя бы, как вы начали этим увлекаться, а лучше год, вот вы год, и, да, в принципе, если даже я не буду в эту профессию входить, мне это все равно интересно, как хобби, конечно, роскошь, да, у меня там, может, на вторую работу надо устроиться, чтобы как-то семью кормить, а я тут хобби занимаюсь, программирование изучаю, ну, мне нравится все-таки, хочется в жизни делать то, что нравится, вот, и вот, и вы так вот потихонечку, этим хобби увлекаетесь и занимаетесь, все, безусловно, жизнь реально взрослого человека, молодого человека, насыщена бытам, проблемам, заработками, и на хобби часто нет времени, не значит, что вы должны именно быть тем человеком, который при любых обстоятельствах, что бы ни случилось, вот, занимается вот этим хобби, программированием, как будто бы нет там хобби, не знаю, футбик погонять, с друзьями встретиться, потанцевать, или что-нибудь еще, напишите в комментариях, но все равно время от времени вы возвращаетесь к этой темке, потому что интересно, по-настоящему амбициозный человек ты, когда у тебя есть четкий план, когда ты понимаешь, что прокрастинация, это слово не про тебя, ты исключительно по делу, там, в инстаграме, кому-то что-то пишешь, а может быть, сам идешь в инстаграм, сам четко создаешь, что ты четкий, прям четенький, все по полочкам, все по графику, все окей, то есть, продумано, я тебе здесь не нужен, ты сам понимаешь, что ты вот в этой стороне, амбициозный, еще раз, про первый тип, бизнес на тебе может ездить, но ты можешь стать хорошим инженером, если в амбицию сторону немножко сместишься, то сможешь своему инженерному ядру придать такую классную бизнесовую, полезную оболочку, и ты будешь самым ценным сотрудником, если у тебя амбиции через край, тебе достаточно немного как бы их усилить инженерным пониманием, и ты тоже очень хорошо устроишься в современном айтишном мире, хотя, на мой взгляд, чем более у тебя, больше в тебе инженерного, тем ты будешь более прочно стоять на ногах, но опять же, по-настоящему амбициозные четкие люди, они правят миром этим, предприниматели, руководители, мы программисты гребем, ходим, вот это вот задрота, сидим там что-то делаем, решаем проблемы, а эффективные менеджеры приходят, и нас просто палкой бьют, и говорят, а ну-ка быстрее сроки все, все уже горят, и мы подчиняемся, вот так вот, такая у нас участь у гиков, ну соответственно, ребят, если понятно, что если у вас есть интерес, либо четкие амбиции, вы смело продолжайте наяривать свой план вхождения в профессию, потому что у вас все гарантированно получится, для тех, кому нравится, но у вас дистанция какая бы учебная ни была, вам это все равно нравится, вы кайфуете, одновременно обретаете профессию, ну те, кто люди амбициозные, ну IT это место, где бизнес, где четко все, где структурировано по процессам, вы себя там сможете раскрыть максимально, поэтому войти через профессию программиста, для вас это очень круто, добро пожаловать, естественно, вы где-то находитесь на стыке, этих двух квадрантов, где-то вот на территории правого верхнего угла, такая же история, круто, смотрите просто, куда у вас там перевес идет, и цепляйте за свои сильные стороны, и немножко, немножко качайте свои более слабые стороны, я бы посоветовал немножко их качать, потому что все-таки сила ваша, в вашем нативном естестве, то, что в вас присутствует само по себе, и вы сможете это развивать без боли и страдания, а то, что вот ваше слабое, его нужно потихонечку расширять, чтобы можно было интегрироваться, вот в IT-шный контекст, либо в бизнесовый контекст, если вы, наоборот, чрезмерный программист, но не достаточно софт-скиллованно подкованный. Если вы, ребят, в левом нижнем углу, ну что, еще раз, не сочувствую вам, то есть это вполне себе окей, то есть IT такая тема, но к которой нужно себя подготовить, ну просто знайте, что если вот вы хотели бы, и ваше хотели бы, оно осознанное, осмысленное, у вас есть здоровье, силы и ответственность за свою жизнь, то просто потихонечку, с точки зрения амбиций, планируйте, дисциплинируйтесь, узнавайте дальше, про IT в целом, там, не знаю, смотрите, интервью IT-бородой с разными профессиями, чтобы погружаться в контекст, посмотрите, как совет я давал нулевичкам, нулевой категории, посмотрите, «Кремниевую долину», сериал «Мистера робота», то есть чтобы у вас интерес появился, пообщайтесь с друзьями, знакомыми, наверняка у вас есть друзья, знакомые IT-шники, пообщайтесь с ними на эту тему, попробуйте себя искренне увлечь, и не спешите, делайте это целый год, а через год спокойно, преспокойно себе скажите, нул, нету сдвигов, все, нет сдвигов, полностью выдохните, оставьте тему IT, ну еще на пару лет, есть какие-то сдвиги, принимайте решение, что делать дальше. Заметьте, я говорю, не спешите, самое главное, не рубить с плеча, не спешить, уходящий поезд, сейчас GPT, заменит, туда-сюда, смотрите, мы говорим про быструю темку такую, замутить темку IT-шную, это можно было сделать, там, 4 года назад, по-быстренькому что-то замутить, как-то ворваться, и там, как-то вот, что-то там подзаработать, как-то так, она темка, темка такая, муткая, и то, ребят, у меня огромное количество выпускников, огромное количество выпускников, которые попали в профессию IT, программистами стали, IT, именно программистов мы делаем, и они несчастливы, они, как бы, уже потухшие, и, ну, выгоревшие, да, такой тренд сегодня, выгорать, вот это вот, выгорают, мотивации нет, профессионально не растут, не хочется ничего учить, потому что интереса нет настолько, чтобы он заставлял тебя двигаться вперед, какие-то амбициозные штуки, почему-то, тоже гаснут, там, либо из-за возраста, либо из-за проблем, а проблем тьма-тьмущая, сейчас сколько стресса вокруг нас, в каком стрессе, да, в какой реальности мы сейчас живем, настолько стрессовый, не говоря о том, что там у каждого из вас могут быть дети, ремонты, проблемы, болезни, туда и сюда, точно так же у меня есть большое количество выпускников, которые вот как раз таки инженерно мыслящие больше, и они там такие по задротству, по задротству, все, и у них там все прекрасно, и есть такие бизнесовые ребята, не сильно инженерные, но амбициозные, и они уже там тех лиды, тем лиды, руководители, с бизнесом там какие-то делают сделки, клиентов приводят, там, то есть как-то вот, понимаете, какая история, так вот, поэтому не спешите, чат GPT никого не заменит, если мы будем относиться к профессии программиста, не как к темке какой-то, который мы там замутили, побыстренько, а как к долгосрочной стратегии моей профессиональной жизни, молодому непонятно, что такое долгосрочное там планирование, типа, что я на 10 лет буду что-то планировать, да я живу там, секс, наркотики, рок-н-ролл, сегодняшним днем, но когда у тебя появляется ребенок, или ты повзрослее, то начинаешь думать категориями, а что через 10 лет будет, а через 20 лет, я, например, в профессии себя четко вижу, там, через 10, 15, 20 лет, и я принимаю сейчас усилия, чтобы развиваться в профессии так, как я хочу, чтобы и через 10, и через 20 лет выбирать компанию, выбирать деятельность, которая будет мне по душе, скажем так, на старости лет, и сегодня, безусловно, из-за того, что рынок вот так вот сжался, относиться к IT, как к некой такой темке, которую по-быстренькому мучим, нельзя, ну потому что, прямо сейчас, прямо сейчас, в момент записи этого видео, как в момент публикации этого видео, посмотри на дату сам, когда ты его смотришь, не работает такая штука, не работает это слово совсем, кроме там супер-супер амбициозных ребят, которые тема четкая, все, мой план, опять же, бум-бум-бум-бум-бум, но не для таких вот успешно-успешных, которым на халяву, там где-то как-то быстро влететь, работала, четыре года назад такая темка работала, сейчас такая темка не работает, поэтому пожелаю я, что молодежи, школьникам, студентам, университетов, не тратить время зря, у вас сейчас пик энергии, в будущем будет энергии меньше, накачивайтесь фундаментальными знаниями, если вам это нравится, дальше погружайтесь, например, исключительно вам нравится, не думайте про амбиции, там и карьеру, учитесь, обучайтесь, вы молодые, вы еще успеете сделать карьеру, прям очень успеете, погрузитесь пока вот в фундамент, инженерный фундамент, потому что на этот фундамент вы потом гораздо проще накинете свою, скажем так, амбициозную оболочку и сможете реализоваться гораздо, гораздо эффективнее в этом большом конкурентном, таком айтишном мире, но если вы старпер, старпер, переживаете по возрасту, там возьмут, не возьмут меня, еще раз, айти, программирование, это про бизнес, если вы старпер, у вас есть опыт, лучшее понимание, как работает какое-либо предприятие, как работает экономика, как работает управление, как работают юридические законы, взаимодействие между людьми, такое руководить, что такое подчиняться, что такое оценивать риски, неважно на каком уровне вы это делали, на бытовом, семейном, либо на своем предприятии, кем бы вы ни работали, юристом, доктором, врачом, строителем, абсолютно все равно, бизнесу вы будете выгоднее, чем молодежь, которая может 24 на 7, работать, но которая такая вот, как бы, легкомысленная немножко, ну, из-за, со всем уважением и респектом к молодежи, молодежь это всегда двигатель всего прогресса, но опыт даже не ненужный, чтобы взрослые дела, скажем так, решать. Какие-то вещи нам, старперам, то, что может делать молодежь, фух, все, наш поезд здесь ушел, мы не догоним их, но какие-то вещи, молодежи, до нас еще нужно дорасти, она дорастет, но мы же тоже будем продолжать расти. Поэтому, ребят, к первоначальным тезисам возвращаюсь, которые были озвучены в самом начале видео. Вакансии, трудоустройство, рынок, зарплаты, легкость войти в профессию. Рынок сжался, вакансий меньше, конкуренция жестче. Не место случайным людям из четвертого квадранта, которых заманила школа программирования, пообещала успешный успех, и вот человек, находясь в четвертом квадранте, как-то проходит курсы, не обладая никакой амбициозной там мотивацией, и как-то там что-то узнает там об этом программировании, не обладая неподдельным интересом. Ну, такие люди обречены, таких по-прежнему огромным количеством выпускает сегодня массовый вот этот этих образовательный рынок. Но если ты по этим двум шкалам идешь вверх и вправо на увеличение, по интересу и по амбициозности рынку ты нужен. Сегодняшний рынок увольняет в том числе медлов, в том числе сеньоров. Погуглите эту тему. Медл, сеньор, эти все лычки, они раздаются вот как-то вот так вот случайно. По выслуге лет, дебильная практика, ну такое может быть. Я сеньор, потому что я уже 5 лет программирую, а я уже 10 лет. Но по факту там экспертизой не пахнет ни в каком месте. Это связано в том числе, потому что были хорошие времена и люди расслабляются. Это связано, потому что люди не те в профессии, случайно вошедшие на пике, когда рынок засасывал. И они в принципе стали условными сеньорами, серьезными такими типа разработчиками. Но по факту экспертизы нет, производительность невысокая. Бизнесу нужно резать косты, снижать расходы. Бизнес увольняет людей. А вот молодые, новые, заряженные ребята готовы пахать. Пахать, пахать, пахать. А глянь, а среди них есть экспертные люди. Те, которые на самом деле куда сильнее, чем те наши сеньоры, которые там по много лет уже засиделись и валяют дурака. И соответственно бизнес делает перестановку. Берет менее квалифицированную работу, но готовых пахать. В общем-то оптимизирует процессы. Я, ребят, нахожусь, скажем так, на позиции разработчика, позиции преподавателя и позиции нанимателя. К сожалению, из-за того, что времена тяжелые экономически, я действительно понимаю, что какую-то часть работы выгоднее делать просто рационально, прагматично, выгоднее делать молодой рабочей силой, потому что зарплатные ожидания на старте минимальные. Очень часто даже для получения первого опыта это полностью работа за ноль, либо за еду, либо за рекомендацию потом для работы. Соответственно, очень экономически выгодно работать с молодыми, заряженными ребятами. У нас, например, огромное количество партнеров, которые руками наших молодых выпускников, которые еще в процессе поиска работы для получения настоящего коммерческого опыта, идут на проекты наших партнеров. Два-три месяца там работают и уходят на зарплату. Некоторым делают партнеры оффер, некоторые получают уже оффер где-то в другом месте, имея настоящий коммерческий опыт. То есть рынок, он очень разный. Если мы говорим про рынок РФ, например, то он живее всех живых. Огромное количество специалистов оттуда уехало. Там внутренняя экономика, импортозамещение, попытка там создать свой YouTube, свой сервис, свой все на свете, что только вот там хочется выгнать из страны, заменить, заставляет искать рабочие новые руки. Молодые рабочие руки. Рынок живет, рынок нанимает. Очень жирные офферы получают, наши студенты получают, не наши студенты, в общем, рынок. То есть он не уменьшается, он, ну и не увеличивается, скажем так, он стабилен. Еще раз, простого входа в профессию ребят нет. Я вам рассказывал в самом начале, что 4 года назад, когда вроде бы были просто сладкие времена, программисты, идущие учиться на курсе, и школы, только 1-2 из 10 трудоустраивались. То есть тогда эта замануха работала. Не потому, что эти 8 человек глупые, потому, что они вот не из 1-го, 2-го, 3-го квадранта. Их просто заманила вот эта вот классная, красивая реклама. Тогда даже было на самом деле трудно. Хоть, естественно, на больших числах, все равно очень много было кейсов, когда просто люди, все вокруг становятся айтишниками, программистами. Тогда не было, то есть, простого входа в профессию. Сейчас его нет, тем более. Сейчас твоя глубина подготовки для того, чтобы тебя рынок забрал, должна быть, ребят, внимание, условный миддл-разработчик. То есть не трейнист-ажер, не джуниор, а миддл-разработчик. Человек с опытом, человек с достаточной глубиной и с достаточным набором коммерческих, конкретных практик, работы с коммерческим инструментарием, скажем так. И это для самоподготовки выглядит как челлендж. При этом не значит, что нужно бежать на курсы. То есть просто надо, опять же, амбициозно, в том смысле не мямлить, четко составить себе план. Потому что, составив четкий план, доходишь до победного конца достаточно легко. Ну, легко уберем слово, доходишь до него гарантированно. Потому что, имея четкий план, закрывая шаг за шагом задачу, ты понимаешь, что путь конечен. Этот путь сегодня, конечно же, значительно удлинился. Вы точно нужны рынку, если вам интересно, и у вас есть амбиции. Вас ждет рынок, вас ждут хорошие зарплаты, но вы должны быть пахарем, интересующимся пахарем, потрошителем. Молотить, хорошенечко молотить надо так. Не сопли жевать, не философствовать, не мечтать, а действие, 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 действие. И результат гарантированно будет. Путь конечен даже сегодня. Сегодня он лишь стал в полтора, в два раза длиннее, чем был тогда. Но, опять же, важный момент, путь стал длиннее, но на этом пути вы инвестируете в свою глубину знаний. А значит, вы просто приходите на рынок уже более экспертным. Мало кто, мало кто готов пройти этот путь. Буквально путь самурая. Но вы его проходите. И вы просто фундаментальнее со старта. То есть, если раньше люди, устраивающиеся на работу, они доучивались на работе, то сейчас вы на несколько голов выше, чем те, те ваши коллеги, которые в тот момент устраивались на работу. Тоже такие времена. Но вы-то в себя инвестируете, в свою голову, в свою экспертизу. Да, морально сложнее двигаться по этому пути вам будет, потому что он стал длиннее. Да, в следующем ролике мы поговорим про этот путь, про его длину, про терю мотивации, про какие-то, в общем-то, советы. Попробую вам дать какие-то советы, чтобы облегчить этот путь. Первая просто мысль, что вы, вступая на эту тропинку, знаете, что вы точно становитесь современнее, вы становитесь цифровым, без работы не останется 100%. Особенно, если оно вам нравится. Особенно, если вы хотите карьерно достигать определенных, в том числе, материальных высот. Все будет хорошо, ребят. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok